Практикум корпоративной академии Росатом Итоги вахты памяти 2019 Веломарафон 150 км за 24 часа День славянской кухни На Смоленской АЭС в работе 3 энергоблока Общая мощность составляет 3151 мегаватт Замечаний к работе оборудования нет Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 5 дней ноября составила 302 млн кВч электроэнергии Всего с начала года выработано более 15,6 млрд кВч Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям В Екатеринбурге прошел 6-й национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hightech 2019 в котором в составе сборной Росатома приняли участие 43 представителя концерна и предприятий, входящих в контуры его управления в том числе два работника Смоленской АЭС По итогам соревнований в чемпионате навыки мудрых компетенции охраны труда золото завоевала ведущий инженер отдела охраны труда Наталья Воробьева Инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Александр Александров в команде Сергеем Аталивановым, работником Белоярдской АЭС стал победителем в компетенции сетевое и системное администрирование Как управлять временем и изменениями правильно выстраивать диалог и представлять свои идеи Более ста специалистов и руководителей лишь на несколько часов отвлекшись от работы обрели важные для развития знания и навыки Тренер корпоративной академии Росатома Андрей Саенко за четыре дня провел цикл практикумов по семи темам Одни – часть программы Дня знаний в Росэнергоатоме другие – бонус Смоленской АЭС как лидеру производственной системы Росатома Программа Дня знаний включала в себя четыре практикума управление стрессом, управление конфликтом, управление временем, навыки влияния Смоленские атомщики учились планировать свой рабочий день визуализировать стоящие перед ними задачи создавать полезную для достижения цели атмосферу в разговоре предотвращать конфликтные ситуации По словам Андрея Саенко, ресурс для повышения эффективности кроются во взаимоотношениях, командной деятельности, ответственности и инициативности Только профессиональных знаний недостаточно нужны коммуникативные навыки и личностные качества Для этих целей практикумы и созданы Все эти инструменты помогают как раз ценности Росатома которые лежат в основе взаимодействия любого коллектива в отрасли приподнять, сделать нас более эффективными Тем более, что Смоленская атомная станция является одним из лидеров и по ПСР, и по многим другим вещам Нам дали очень много базисных элементов и в целом эта схема помогает нам не только в управлении конфликтами на производстве но также и в домашних условиях, в социальной сфере все эти методы применимы в жизни Семинары корпоративной академии Росатома которые мы на этой неделе проходили это полезный инструмент, который позволяет за короткое время освоить навыки для эффективной работы, для личного развития На поле памяти Кургана Славы Десногорская 31 октября появилось еще одно братское захоронение где вечный покой обрели 19 воинов впавших на смоленских полях сражений в годы Великой Отечественной войны Отдать дань памяти героям-освободителям пришли поисковики, смоленские атомщики депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко руководство Десногорска и Рословского района школьники и студенты, трудовые коллективы предприятий и организации города, духовенство Накануне в храме всех скорбящих радость прошел вечер памяти и скорби Сегодня у нас одновременно и торжественный и скорбный день Мы провожаем в последний путь предаем земле останки 19 бойцов Красной Армии которые отдали свои жизни ради свободы и независимости нашей Родины Они настоящие герои Они войны-победители Благодаря им мы с вами живем, любим, воспитываем детей мирно трудимся на своих предприятиях Особые слова благодарности нашим поисковикам Низкий им поклон, что они в жизнь воплощают слова Никто не забыт и ничто не забыто В годы Великой Отечественной войны Смоленщина была ареной жестоких сражений с немецко-фашистскими захватчиками Ежегодно поисковики поднимают с полей сражений сотни героев-освободителей возвращая их из небытия За весь сезон 2019 года два наших поисковых отряда за Родину и Высота подняли более 100 бойцов Более 50 захоронено в Ельни и остальные в Глинковском районе Это наше финальное захоронение Мы всегда чтим память бойцов которые погибли в Великой Отечественной войне и будем продолжать свою работу В связи с благоустройством мемориального комплекса Курган Славы и в соответствии с федеральным законом об увековечении памяти погибших при защите Отечества на поле памяти были также перенесены останки медсестры партизанского отряда Екатерины Косаревой 17-летнего юноши Николая Ефременкова подвеночку давшего бой немецкому отряду рядового Иосифа Комарова и трех неизвестных солдат Мы отдаемся мне от отести воинам по ушам Вечная память Но эта память нужна не мертвым а живым Наш святой долг, наверное чтить память создавать условия в хорошие условия ветеранам войны содержать в надлежащем порядке могилы, курганы, где лежат наши бойцы защищая нашу землю, нашу свободу, наше Отечество В городе Смоленских атомчиков свято хранят память о событиях и героях Великой Отечественной войны В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы 1 октября 2019 года в Десногорске по инициативе жителей стартовал масштабный патриотический проект по реконструкции мемориала Курган Славы и созданию на его площадке музея под открытым небом Средства на его реализацию более 15 миллионов рублей выделены атомной отраслью Пятый юбилейный веломарафон 150 км за 24 часа прошел в минувшие выходные в Атомграде-Десногорске Соревнования на выносливость в очередной раз провели молодые атомщики при поддержке профсоюза Смоленской АЭС Они объединили более 60 активных приверженцев здорового образа жизни детей, взрослых, ветеранов, любителей и профессионалов велоспорта Турнир сегодняшний мы посвящаем памяти Юрия Васильевича Кузнецова который всецело поддерживал ваше движение Ну, надеемся, что и дальше ваше движение будет только развиваться Участниками веломарафона стали спортсмены из Десногорска, Рославля, Смоленска, Вязьмы, Сафонова, Дорогобужа и Московской области Сказать, что это спортивное мероприятие, я не могу Это больше мероприятие такое массовое, культурное для развития, для популяризации велосипедного движения в Десногорске для развития здорового образа жизни Сегодня специально приехала Это домашний марафон, домашнее мероприятие, которое организуется по этим всем маршрутам, которые мы все детство катались Ну, это здорово, это ностальгия, это интересно, тем более такой формат Можно ехать 60, можно ехать 90, можно ехать 120, можно ехать 150, ну сколько хочется Ну, и такое душевное, теплое мероприятие, мне очень нравится В подготовке и проведении марафона участвовали десятки волонтеров-молодых атомщиков Своими руками подготовили трассу Она пролегала по живописным окрестностям Десногорска От физкультурно-оздоровительного комплекса Десна Мимо Кургана Славы По дамбе и берегу водохранилища Мимо скалодрома По грунтовой старой московской дороге К святому источнику Николая Чудотворца в Савеево Итого 15 километров полукруг Вторая часть по тому же маршруту На марафонской дистанции в трех контрольных точках Дежурили судьи и волонтеры Было организовано горячее питье На случай поломки велосипедов Имелся необходимый инструмент для ремонта Неподалеку от святого источника Велосипедисты могли отдохнуть у костра Выпить чаю, перекусить бутербродами И отведать вкусные походные гречневой каши Я уже не первый год участвую Уже четвертый первый раз Это было прям на самый-самый первый марафон Я ездила со своей подругой И мне очень понравилось Потому что, ну, хоть трассы и сложные Но, тем не менее, очень весело получается Хотелось, чтобы такие мероприятия проводились чаще И спасибо организаторам Что у нас есть такие люди Которые проводят такие замечательные вещи И пусть год здоровья продолжается И дальше, и дальше, и дальше Все победители и призеры Награждены памятными подарками От Смоленской АЭС и профсоюза В преддверии Дня Народного Единства Коллектив столовой номер один Смоленской АЭС-сервис Подарил работникам атомной станции И подрядных организаций Вкусное настроение Повара устроили выставку продажи Кулинарных и кондитерских изделий День славянской кухни Поздравляем вас с Днем Народного Единства И приглашаем вам на День славянской кухни В которой представлены разнообразные блюда Украинской, белорусской и русской кухни Национальная пища в каждой из этих стран уникальна И пользуется необыкновенным спросом среди гурманов Набор продуктов простой И для приготовления блюд Не требуется специальных знаний И экзотических ингредиентов Но чтобы получилось действительно вкусное кушанье Требуется большой опыт и фантазия Атомщики смогли отведать салаты, закуски Традиционный украинский борщ с пампушками Сытные горячие блюда И разнообразные десерты Люди приходят на такой праздник Собственно говоря Повышается настроение Повышается, надеюсь, работоспособность после этого Я думаю, что всем приятно Побывать на таком празднике Который сделали в СССР Большое им спасибо Мы здесь любуемся не только разнообразием Красотой этих замечательных блюд Очень-очень к тому же вкусных И сытых То есть мы наедаемся и получаем эстетическое удовольствие Спасибо им за добросовестный труд За их любовь к своей профессии За индивидуальный подход к каждому посетителю Уважаемые десногорцы Приглашаем вас принять участие в мероприятиях Которые состоятся в нашем городе 7 ноября в 14.30 В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна Торжественное открытие 17-го турнира по боксу Посвященного памяти заслуженного энергетика Российской Федерации Крылова Сергея Петровича В соревнованиях примут участие команды из России и Белоруссии 9 ноября в 11.00 финальные поединки В 13.30 торжественное закрытие турнира И награждение победителей На этом наш выпуск завершен Вы смотрите новости Смоленской АЭС С важными событиями из жизни станции Вы можете ознакомиться в разделе ЦАЭС На сайте rosenergatom.ru А также в официальной группе Смоленской АЭС В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова